Бабушка, я опять летал во сне. Летаешь, значит, растешь. Подожди, какая тебе бабушка? Что это за обращение такое, Жень? Прости, Саша, сорвалось. Просто хотел тебе сон рассказать. Да? Ну ладно, валяй. Ну, расскажу. Смотри, сажусь я в такую во сне, во сне. Крутую тачку, там, кожаный салон, просто обалденно мощный двигатель. Подожди, какой салон, какой двигатель, какой автомобиль? Ты же летал во сне. Нет, 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 я не договорил. Я завожу мотор и взлетаю. Ты представляешь, это мечта миллионов, я взлетаю над городом. Смотрю на него, там все в пробках, кстати, стойте, стойте, машу рукой им. Никаких правил дорожного движения, абсолютная свобода. Да, 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 и в тебя влетает такой же спящий водитель-воздухоплаватель. Ой, ничего ты не понимаешь. В моих мечтах. Доброе утро. Губерния в студии поклонник наземного транспорта. Саша Байдачная. И будущий пилот летающего автомобиля Женя Плотников. Вообще-то Женя Инсун мне напомнил представление об автомобилях будущего, середины 20 века. Тогда космос занимал умы человечества, и именно такой футуристический дизайн был особенно популярен у инженеров. Все правильно, и согласитесь, глядя на современные какие-нибудь электромобили, мы можем сказать, что добились колоссальных результатов в машиностроении. Но результатов-то добились, а проблемы остались теми же. Нас по-прежнему частенько обманывают в автосервисе. Зимой двигатель все чаще отказывается заводиться, а чтобы прогреть салон, нужно включить самую обычную печку и еще подождать минут 15. Да, я бы еще добавила сюда самые страшные, запутанные правила дорожного движения, которые никак не поддаются моему уму. И вообще я бы ввела вот такое правило. Один раз в день непременно ездить так, как только мне захочется, несмотря ни на какие знаки и правила дорожного движения. А какое правило ввели бы наши телезрители, водители, жители нашей губернии? Мы прямо сейчас узнаем и с опроса просоним. Не знаю, даже не знаю. Не сдавала. Не знаю, мне так все устраивает. Но это очень сложный вопрос. Так сразу не скажешь. Ой, очень много. Там так много правил, что не прибавит лет меньше. Нужно соблюдать эти правила. Что можно ездить на нерывном. Нужно именно какие-то небольшие штрафы вводить, что ли, за это. За небольшие правонарушения. Может быть, побольше бы сделала таких зон, где пешеходы могли бы просто переходить. То есть, знаете, как в светофор мигающий. Уже тачила бы штрафы за нарушение правила. Оно уже есть. Да и дорогу дураку. Мне кажется, просто его надо в два раза усилить. Взаимоуважение и к пешеходам, и к водителям. Наверное, не нагреть и уст по девушкам. Я не водитель, поэтому не буду советовать. В этом году осень была теплой. Не было никаких заморозков. Поэтому некоторые до сих пор не перешли на зимнюю резину. А зря. Потому что даже при сухой погоде зимняя резина сделает вашу езду гораздо безопаснее. Так что, какой бы ни был прогноз синаптиков, пожалуйста, скорее переходите на зимние колеса. Субтитры создавал DimaTorzok Наши телезрители частенько жалуются, что порой им приходится туго в автосервисах. Ведь большинство автолюбителей не очень-то разбираются в устройстве своих железных коней. И, к сожалению, такое незнание иногда приводит к очень большим тратам. Первое правило любого обращения в автосервис – узнавать цену работы материалов до начала ремонта. Выясните, не нужно ли будет выполнять какие-то дополнительные работы. Например, заявленная стоимость замены свечей 500 рублей. Но, чтобы до них добраться, сотрудник должен снять половину деталей. Это выльется в кругленькую сумму. Поэтому всегда уточняйте цену. Никогда не надо бояться спрашивать и уточнять какие-то непонятные моменты. Вы же не профи, вы не обязаны знать в какие-то тонкости. В хорошем сервисе всегда все объяснят. Некоторые боятся показаться чайниками и согласно кивают, когда им предлагают дорогую, сложную и не всегда нужную процедуру. Надо просто спросить, а уж потом соглашаться или отказываться. И прежде чем ввести машину в ремонт, лучше провести мониторинг рынка и примерно представить уровень цен на требуемые работы и необходимые запчасти. Этот мониторинг можно провести один раз, а дальше, если все прошло, успешно обращаться только туда. Вероятность быть обманутым или переплатить уменьшается, если пользоваться услугами именно одного и того же заведения, где знают и вас, и ваш автомобиль. Ну и честно говоря, лучший житейский совет – это иметь хороших знакомых в автосервисе. А лучше все самому делать. И тогда вообще, тогда все точно получится. И стараться заниматься, тогда вы точно не будете обманывать себя. То есть заниматься самообманом. Сегодняшнюю рубрику «Простые движения» мы как раз хотели посвятить тем, кто чинит машины самостоятельно. Нашему уважению нет пределов. Здравствуйте! С вами фитнес-клуб «Спортзавод». Сегодня мы покажем вам комплекс упражнений, которые рекомендуем вам выполнять, если вы чувствуете боли в спине. Приступаем. Встаем на коленях, на ладошки и выполняем упражнение, которое называется «кошка». Округляем спину наверх, лопатки, поясницу. И прогибаемся животом вниз, плечи поднимаются. Округляем спину, прогибаемся. Выполняем еще два раза. И последний. Круглая спина, прогнутая. Выпрямляемся. Следующее упражнение – растягивающий шаг. Скользим назад левой ногой и одноименной рукой вперед. Растягиваемся. Возвращаемся в исходное положение. Меняем. Другая нога, другая рука. Еще два раза. Растянулись. Вернулись в исходное положение. И последний раз. Следующее упражнение называется «прокачка». Опускаемся ягодицами на пятки. И переносим вес тела на руки. Прогибаемся животом вниз. Возвращаемся на пятки. И прогибаемся. Животом опускаемся вниз, плечи наверху. Два раза еще выполнить упражнение. Возвращаемся в нейтральное положение и переворачиваемся на спину. Следующее упражнение – диагональная складка. Локти в стороны. Опираясь на один локоть, поднимаем разноименные колена и локтем к колену. Раз. Опускаемся прямо. Два. На другой локоть. Опускаемся прямо. Еще четыре повтора. Три. И последний. Остаемся лежа на спине. Руки кладем вдоль туловища. Следующее упражнение – плечевой мост. Опираясь на стопы, поднимаем ягодицы наверх. Спина поднимается до лопаток. И плавно опускаемся вниз. Еще раз. Наверх. Опускаемся. Наверх. Опускаемся. И последний повтор. Наверх. И опускаемся. И заключительное упражнение – двойная складка. Ставим ноги на носочки рядом с ягодицами. Локти направляем вперед и одновременно сближаем локти и колени. Опускаемся вниз. Еще раз. Скручиваемся. И опускаемся вниз. И так еще три раза. Раз. Два. И последний повтор. Три. Выполняйте этот комплекс упражнений регулярно. И вы почувствуете, как в вашей спине стало легче. Будьте здоровы. Доброе утро, губерния. С вами музыкальная рубрика «Как по нотам». Внешне это мелодическое чудо больше всего напоминает обычный фонтан. И в какой-то степени фонтаном и является. Но только до того момента, пока пальцы, проходящие мимо музыканта, не закроют одну из дырочек. В тот же момент фонтан превращается в чудесный музыкальный инструмент, где звук формирует не воздух, а вода. Заинтригованы? Знакомьтесь. Гидролофон. Этот инструмент родом из Канады. Его создатель Стив Манн. Человек, который, кстати, также изобрел один из первых переносимых компьютеров. Отдаленно по виду гидролофон напоминает фортепиано. Только вместо нажатия на клавиши исполнителю нужно научиться прикрывать маленькие дырочки с фонтанирующей водой. Почти как на деревянных духовых. Самая распространенная модификация гидролофона выглядит как изогнутая труба с клавиатурой из небольших водных струй. Звук появляется в результате блокировки водяного потока. Отдаленно он напоминает тембр классического органа в верхних тональностях. Неудивительно, что самую простенькую модель 12-ступенчатого гидролофона производит сегодня компания, которая специализируется на выпуске техники для аквапарков. Бассейн или аквапарк действительно можно назвать самым подходящим местом для установки водяного органа. Но на самом деле множество подобных гидролофонов стоит в общественных местах, парках Канады, парках Европы. Один из них под названием Телускейп установлен около научного центра провинции Онтарио. Сегодня оригинальное изобретение Стива Манна уже превратилось в отдельный класс музыкальных инструментов. Необычно, эффектно и опять-таки музыкально. У меня на этом все. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Обязательно споемся. До встречи. Телецентра планировалось начать во втором квартале 1955 года, а ввести его в эксплуатацию в 1956. В газете также отмечалось, что телевизионные передачи будут постоянно и хорошо приниматься в радиусе 60 километров от телецентра. В последний календарный день осени ежегодно отмечаются Международный день защиты информации, а также Всемирный день домашних животных. 30 ноября в разные годы, а порой и столетия, появились на свет британский писатель и политический деятель Джонатан Свифт, американский писатель и журналист Сэмюэл Клеменс, более известный как Марк Твен, знаменитая советская телеведущая Светлана Жильцова, любимые многими актеры театра и кино Вячеслав Невинный, Александр Лыков и другие известные люди. Народным календарем сегодня заведует Григорий Зимоуказатель. Погода в этот день указывала на то, какой будет предстоящая зима. На Григория все просто и без затей. Хорошая погода к хорошей зиме, плохая к сложной. Если в этот день выпадал снег, то катались колесом по нему и стар, и млад. Таков был обычай. Чем дальше укатишься, тем суровей будет зима, но тем удачнее следующий год. Это были лишь некоторые интересные события, случившиеся в последний календарный день осени. Прекрасного настроения и всего вам самого доброго! Друзья, мы ждем ваши фотографии, видеозаписи в нашей группе ВКонтакте «Утро губернии». Ищите там альбом «Яркие кадры», загружайте все самое интересное именно туда, и мы обязательно покажем в нашем телеэфире ваши фотографии. Самые интересные видеозаписи, нам интересно все, что с вами происходит. Пожалуйста, участвуйте. И в последний день осени мы вспомнили, как красива самарская лука, и решили еще раз полюбоваться ей, пока снежное покрывало еще не скрыло эту красоту. За фотографии спасибо сообществу ВКонтакте «Красивые места» в Самарской области. А вот Марине Барковой не до красивых снимков «Самарской луки». Она побывала на самой безумной распродаже на «Черной пятнице» и прямо сейчас поделится своими скидками и впечатлениями. В полвека мы наблюдали за тем, как весь мир сходит с ума. Невиданный аукцион щедрости под названием «Черная пятница» не так давно добрался и до России. А в торговом центре «Виволэнд» в этом году решили наверстать упущенное за многие десятилетия. И вместо «Черной пятницы» устроили «Черный ноябрь». Первую неделю как-то настороженно, а дальше уже очень-очень активно звонили нам постоянно, уточняли, какие условия, куда нужно прийти, когда будет аукцион подарков. Действительно активно участвовали. Три пятницы из четырех прошли отлично. Особо находчивые и проворные ловцы скидок в самый последний момент ухитрились выиграть призы. Под занавес «Черной пятницы» в торгово-развлекательном центре прошел аукцион подарков с розыгрышем отдыха на Канарских островах. Покупатель собирает чеки на протяжении месяца, с этими чеками приходит на аукцион, и за понравившийся ему лот может проголосовать. И покупатель с суммой наибольшей получает приз. Одежда, платья, обувь, сумки, кошельки, украшения, ювелирные изделия золотые и серебряные. Очень много сертификатов на различные развлекательные услуги внутри торгового центра. Это массаж, это кино. 18-800 раз, 18-802, ребят, хорошо, и пусть уходите, и пусть уходите, ищите, и убегайтесь. И 18-803, поздравляю вас с сертификатом. Если последовать примеру этих везунчиков, в следующем «Черном ноябре» можно порадовать себя любимого. Для этого необходимо купить в торговом центре что-то архиважное с честной скидкой и сохранить чек. В последнюю пятницу ноября в розыгрыше участвовали чеки на сумму не менее тысячи рублей. Судя по цифрам, на аукцион пришли те, кто сделал покупки на круглую сумму. Я уже участвую не первый год, я уже третий год участвую в этих «Черных пятницах» от ТРК «Виволэнд». Нам удалось сейчас пока что выиграть билеты в детский парк развлечения «Култ парк». Я уже жду с нетерпением самый финал, когда будет разыгрываться путевка на Канары, чтобы всей семьей съездить отдохнуть. Это действительно все правда. Побольше будет таких конкурсов, и всем желаю удачи. Раз уж гуляют все, не пропускать же праздник. Всем, кто не хочет быть обманутым и в следующем году совершить покупки по действительно сниженным ценам, нужно внимательно ознакомиться с ассортиментом товаров со скидками 50, а то и 70%. Как правило, рекламные буклеты и альбомы для «Черной пятницы» печатаются заблаговременно. А еще маркетологи советуют сверять информацию о ценах в интернете на специальных сервисах. Марина Баркова, Сергей Костин, «Утро губернии». Мы продолжаем. У нас в гостях Максим Вячеславович Ализаренко, майор полиции, начальник отдела управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области. Доброе утро. Доброе утро. Совсем недавно в силу вступили нововведения в правила дорожного движения. Расскажите о них. В соответствии с новым правилами дорожного движения, изменениями, которые вступили с 8 ноября, у нас поменялся приоритет движения на перекрестках с круговым движением. В соответствии с новой редакцией правил знак 4.3, это круглый знак на синем фоне с белыми стрелками, теперь предоставляет преимущество в движении транспортным средствам, которые движутся по кругу на перекрестках с круговым движением. Все водители, приближающиеся к этому перекрестку, должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся на перекрестке. Вывание как и раньше было. Раньше было по-разному, раньше была помеха справа, помеха справа, раньше был вариант такой, что у тебя главная дорога, ты не обращаешь на что внимания, просто рассказываю тем, кто не в курсе. И насколько я знаю, все-таки остались такие кольца, как это называется, такие перекрестки, в которых все-таки есть главная дорога у тех, кто пересекает кольцо. Да, если перед перекрестком установлены какие-либо знаки приоритета, либо установлен светофор, то водители должны руководствоваться именно этими знаками. Все понятно, вот сейчас стало попроще, какие-то еще нововведения были? Ну, в настоящее время нет, они запланированы на апрель следующего года, у нас появится новая дорожная разметка, которая будет обозначать границы перекрестка, на которой запрещен въезд, если за ним образовался затор. О, вот это вы опередили наш вопрос, на самом деле, потому что, ну, всем известно, что у нас есть пробки, они существуют, их довольно много. С этим ничего не поделаешь, но бывает такое, что вот давайте пока что, вот на данный момент, как регламентируют правила, если ты стоишь в пробке, ну, постепенно надо продвигаться, ты немного пересек стоп-линию. Что делать? Продолжать движение пытаться или все-таки остановиться, это не страшно? Нет, и в любом случае, если вы пересекли зону стоп-линии, то это является административным правонарушением, но для того, чтобы обеспечить безопасность и не создавать угрозу безопасности, не совершить ни в коем случае ДТП, необходимо, то есть остановиться и прекратить движение. Я хоть и не автомобилист, но частенько, сидя на кресле пассажира, наблюдала такое устройство, как видеорегистратор. Насколько их использование эффективно и может ли видеорегистратор служить доказательством того или иного ЧП, ДТП, как с этим обстоит дело? Конечно, то есть любым должностным лицом у нас материалы ДТП рассматриваются не только судьями, но и должностными лицами ГИБДД, следователями, дознавателями и так далее. И доказательство в виде записи с видеорегистратора может служить, то есть серьезным подспорьем к спорной ситуации. Ну, то есть это лучше это использовать? Да, конечно, для водителя это очень практично. Хорошо. То есть штука нужная. Штука нужная, да, надо в список покупок себе внести. Знаете, я буквально на днях, честно говоря, просто в одном из СМИ заметил, что готовится законопроект, согласно которому профессиональным водителем может стать только тот человек, у которого есть специальная отметка в правах. Готовится законопроект. Вы что-нибудь об этом знаете? Можете как-то прокомментировать? Ну, на согласование, либо на предложение, предоставление предложений каких-либо к нам не поступало такой законопроект, то есть он пока еще о нем ученый. А как бы вы, как считаете, это эффективно было бы? Это правильно? Потому что, ну, понятно, к чему ведется. Сейчас каждый, у кого есть лицензия, будь то там человеку 20 лет, просто он 2 года, или даже 18, он может ехать в такси, он может возить людей. И вот как с этим быть? Вы как считаете, как должностное лицо? У нас в соответствии с действующим законодательством, то есть обозначаются только молодые участники дорожного движения, молодые водители, так скажем, имеющие стаж управления до 2 лет. А использование профессиональных водителей, особенно в деятельности, связанной с грузоперевозками, с пассажироперевозками, это, конечно, я считаю, очень поможет разного рода организациям в этой работе. Определись, кто опытнее, кто вообще, как с этим быть. Мне интересно, я и как пешеход спрашиваю, может быть, как будущий водитель, насколько в нашей области, в частности, в Самаре, высокая культура вождения? На каком уровне культура вождения? Какие у нас водители? Есть ли у нас проблемы? И если они есть, то какие проблемы? Проблемы? Что нарушает? Какие правила? Ну, с учетом того, что транспорт у нас становится с каждым годом только больше, и парк автомобилей по всей стране, он растет, и растет значительно, у нас проблем, конечно, от этого меньше не становится. В частности, для госавтоинспекции это вопрос аварийности. К счастью, и в результате нашей работы, то есть на сегодняшний день мы имеем значительное снижение количества ДТП по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Но, тем не менее, то есть характер этих ДТП, наличие в них пострадавших, а тем более погибших людей, то есть остается актуальной проблемой. В частности, для Самарской области в текущем году очень актуальна проблема аварийности с детьми. У нас очень много страдавших детей и погибших детей. Мы значительно выросли по сравнению с прошлым годом. И в настоящее время вся работа госавтоинспекции нацелена на то, чтобы спрофилактировать указанные дорожные транспортные происшествия. Понятно. Остается только пожелать успехов в этом нелегком деле. Да, хотел задать вопрос. Что делать, чтобы обезопасить поездку ребенка? Да, именно ребенка. Ну, прежде всего, нужно обязательно использовать детские удерживающие устройства. Желательно, чтобы они были сертифицированы. Это те самые детские кресла? Да, это те самые детские кресла. Это намного безопаснее, да? На переднем пассажирском сидении ребенка перевозить необходимо исключительно с использованием детских удерживающих устройств. А для пешеходов детей на одежде таких пешеходов у детей должно быть светоотражающий элемент. Это в обязательном порядке. В настоящее время соответствующие изменения уже внесены в правила дорожного движения использования светоозвращающих элементов. У нас еще есть один важный вопрос. Можно я клинюсь по поводу как раз и пешеходов, и вот этой ситуации на пешеходном переходе. Некоторое время назад очень, на мой взгляд, правильно отрегулирован был этот вопрос по поводу пешеходов. Пешеходный переход нужно обязательно останавливаться и пропускать. Вот я как пешеход, я только начал движение, например, только наступил на пешеходный переход, и через еще вдалеке, через несколько метров проскакивает автомобиль. Насколько это промоамерно? Он мне не мешает, я ему вроде бы тоже. Он не создает аварийные ситуации. Он прав? Ну, состава административного правонарушения, скажем, профессиональным языком, в действиях такого водителя нет. То есть, если он не создал вам помех в движении, то он, в принципе, не нарушил правила. Все понятно. Тогда мы его отпускаем дальше с миром. Я имею в виду автомобилиста, а вас отпускаем дальше служить и делать наши дороги безопаснее. Спасибо вам огромное. Всего вам спокойного дня. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Мы прерываемся и потом снова вернемся в нашу студию и продолжим программу. Доброе утро. В эфире новости губернии в студии Мария Акимова. Областной бюджет на 2018 и плановые периоды 2019 и 2020 годов должны принять сегодня на пленарном заседании Губернской думы во втором чтении. Напомню, после первого парламентария предложили внести в законопроект более 500 поправок. Количество рекордное и сопоставимое с работой над главным финансовым документом страны. Однако больше половины из полтысячи изменений были отклонены, так как составлялись без учета источников финансирования или не содержали в себе все необходимые документации. Около 60 правок включены все же были. В основном они касаются обязательного увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы, увеличения финансирования программы по предоставлению жилья детям-сиротам, поддержке развития сельских территорий. Более 70% всех денег пойдут на соцнужды. Общий объем доходов вырос более чем на 11 миллиардов рублей и составил почти 140,5 миллиардов. Расходы тоже возросли, причем на логичную сумму – до 139 миллиардов и 800 миллионов. Порядка 600 миллионов рублей – профицит, он остался прежним. Реестр обманутых дольщиков планируют опубликовать региональный Минстрой по поручению руководителя области. Список пострадавших от недобросовестных застройщиков будет доступен на сайте министерства. По закону размещение персональных данных возможно только с письменного разрешения гражданина, поэтому каждому обманутому дольщику необходимо лично в течение пяти дней подписать согласие на обработку и распространение информации о себе в администрации района по месту расположения проблемной долевки. Скачать заявление можно на сайте областного министерства строительства и правительства региона. Финальную жеребьевку ЧМ-2018 в Самаре встретят большим праздником. 1 декабря спорткомплекс МТЛ-Арена будет принимать любителей футбола. Уже с утра здесь стартуют соревнования. День откроет турнир по киберфутболу «Самара Open Cup», после чего заработают площадки с соревнованиями по настольному и мини-футболу. А уже в 19.00 на больших экранах начнется прямая трансляция финальной жеребьевки чемпионата мира. Гостей праздника ожидают памятные подарки с символикой мундиаля. Прием заявок на участие в турнире по киберфутболу уже идет. Регистрация и дополнительная информация в группе ВКонтакте. Самарские студенты-медики спешат на помощь врачам Самарской скорой. Молодые кадры уже прошли дополнительные курсы подготовки, а в бригадах будут выступать в роли среднего медперсонала. С одной стороны погружение в профессию, с другой частично решение проблемы нехватки кадров. А тех, кто уже совмещает теорию с практикой, Кирилл Козин. Тяжело в учении, легко в бою. Поговорка отлично подходящая для работы медиков. Однако эти студенты решили отправиться сразу на фронт, в скорую, и при этом продолжать учиться. Это был мой выбор. Я хотел испытать себя, потому что я считаю, что работа на скорой – это одна из самых сложных работ. И это будет хорошим заделом для моей будущей медицинской деятельности. У меня очень хорошее впечатление осталось. И я также инъекции делала, и внутривенные у меня все получилось. Электрокардиограмму все получилось снять. Поэтому я очень воодушевлена осталась. Естественно, будущие врачи работают не первым номером, а на подхвате. Своим примером и мудрым советом помогают уже опытные служители Асклепия. Работа проходит посменно, на полставки. В среднем 7-12 часовых дежурств в месяц. Пускай студенты иногда не высыпаются, зато на пары ходить успевают. И при этом получают ценный опыт. Это та норма, которая всегда, в общем-то, существовала. По сути своей, все новое – это хорошо забытое и старое. И раньше был вечерний факультет, если вы знаете, в медицинском университете. Где-то в 90-х годах он прекратил свое существование по объяснимым причинам. Вечерний факультет как раз и наполнялся средним медицинским персоналом, который трудился в поликлиниках, стационарах, на скорой медицинской помощи. В команду Самарской скорой пока что вошли 50 студентов. Это позволило создать три новые бригады. Общее число которых теперь 48. Несмотря на это, чувствуется острая нехватка кадров. Ими станция сейчас укуплектована лишь наполовину. К чемпионату мира по футболу этот показатель постараются поднять до 75%. Кирилл Козин, Алексей Гриднев, Новости губернии. Форумы «Вместе мы за Россию» теперь в Отрадном. В регионе он проходит уже в шестой раз и посвящен грядущему столетию ВЛКСМ. Масштабный творческий марафон стартовал в октябре в Тольятти. А потом к нему подключились комсомольцы из Новокуйбышевской, Сызрани, Клявлинского и Красноярского районов. В Отрадном же форум состоится уже сегодня во Дворце культуры России. Старт в 15.00. До начала события в танцевальном фойе откроется фотовыставка «Помним прошлое», «Создаем настоящее», «Верим в будущее». Программа форума насыщенная, он пройдет еще в семи муниципалитетах региона. А у меня на этом все. Больше новостей на сайте губерниетв.ру. До свидания. Доброе утро, губерния. В студии снова ведущая Саша Байдащина. Женя Плотников. И сегодня мы обсуждаем автомобильную тему. И мы уже говорили о всяких серьезных вещах, узнали, как не дать себя обмануть в автосервисе. И сейчас я предлагаю перейти в более девочковое русло. Смотрите, какими забавными могут быть машины. Здесь и симпатичная туфелька, и милый лобстер, и хот-дог, и много-много разных интересных экземпляров других. Здорово, когда люди рассматривают авто не как обычное средство передвижения, а как необычное средство самовыражения. Честно говоря, меня всегда удивляла громадная разница между салонами автомобиля, принадлежащим мужчинам и женщинам. Все эти подушечки, мягкие игрушечки, чехольчики, даже специальные отсеки для косметики есть. И кругом действительно та самая косметика. В мужском автомобиле, увесистые, четкие, на зеркале заднего вида, китайский болванчик с мордочкой собаки на приборной панели. Вот, мне кажется, главный атрибут мужской автомобиля. Но какими не были бы мы разными, правила дорожного движения для всех едины, нравится нам это или нет. И мы решили пофантазировать и предложили жителям губернии самим придумать свое интересное правило дорожного движения. Слушаем их ответы. Не знаю. Даже не знаю. Не сдавала. Не знаю, меня так все устраивает. Ну, это очень сложный вопрос. Так сразу не скажешь. Ой, очень много. Там так много правил, что не прибавит ли это? Соблюдать эти правила. То можно ездить сонированием. Нужно именно какие-то такие небольшие штрафы вводить, что ли, за это. За небольшие правонарушения. Может быть, побольше бы сделала таких зон, где пешеходы могли бы просто переходить. То есть, знаете, как-то светофор мигающий. Уже тачила бы штрафы за нарушение. Оно уже есть. Да и дорогу дураку. Мне кажется, просто его надо в два раза усилить. Взаимоуважение и к пешеходам, и к водителям. Наверное, не нагреть и уст по девушкам. Я не водитель, поэтому не буду советовать. Зима близко. До нее остались считанные часы. Заглянул, посмотрел, сколько времени осталось. Ваш автомобиль должен быть готов к этим самым суровым денькам, зимним денькам. Да, и сейчас для меня начнется не совсем понятный монолог. Но все-таки, друзья, и так, Женя советует. Первым делом проверьте уровень масла. Если нужно, долейте. Затем проверяем аккумулятор. Чтобы не пришлось каким-нибудь морозным утром просить соседей вас прикурить. Позаботьтесь, чтобы ваша батарея была в хорошей кондиции. Убедитесь, что аккумулятор заряжен. Почистите клеммы, проверьте, плотно ли на них сидят контакты. И особо заботливые водители также покупают специально теплые чехлы для своих аккумуляторов. Тебе потом, да, анкету дам. Что ты поняла сама из этого текста? Клеммы. Ну ладно, потом разберемся. Вообще неплохо бы проверить и тормозную систему. Сами понимаете, зимой колодки испытывают дополнительную нагрузку. Не забывайте и об омывателе стекол. Залейте в бачок только незамерзающую жидкость. И, пожалуйста, не скупитесь на качественные омывалки. Дешевые аналоги могут распространять вредные для здоровья испарения. Ну, зачем вам такой подарок от вашего бачка-омывателя? А чтобы в салоне пахло не жидкостью для омывания стекла, а цветами, разместите на заднем сидении топиарии. А где их взять, спросите вы. Об этом мы узнаем у героини сюжета Татьяны Пецной. Круглая крона привлечет счастье, а прочный ствол поселит его в вашем доме. Украшением любого интерьера станет топиарий. Это не миниатюрная копия какого-то конкретного дерева. Скорее, наоборот. Полный полет фантазий автора Татьяны Горбушиной. Это началось с обычного простого деревца и салфеток. Ничего она не предвещала. А потом вновь стали возрождаться мои корни творчества. И начались уже работы из более хороших материалов, по качеству, по текстуре. Идеи для творчества приходят спонтанно. Иногда достаточно красивого горшочка. Но чаще всего автора привлекает возможность интересно компоновать исходные материалы. В ход идет все, что есть под рукой – ленты и бусины. Кроны топиариев цветут круглогодично, причем с самыми яркими цветами – от неоновых до пастельных. Мне очень нравятся мята и розовый. Новая работа создается, и она ставится на самое видное место. Радует-радует, пока другая работа не придет. Все равно каждый раз совершенствуются навыки. Поэтому работа становится интереснее, красочнее и лучше. За внешней красотой скрывается упорный труд. Мастеру приходится полностью отказаться от маникюра. Горшок – это заливается гипс или алебастр, строительная смесь. Да, также я часто хожу в строительный магазин. Там очень много интересного. В качестве ствола Татьяна использует ветки деревьев. В копилку к экологичным материалам не так давно добавили зерна кофе, шишки, высушенные дольки апельсинов и даже натуральный мох. Он требует к себе бережного отношения. После проклейки – обязательная обвязка бечевкой. Ты просто уже понимаешь, вот сюда надо вот это, вот это. У тебя опять возникает картинка, и ты уже думаешь, из чего это можно сделать. Эту елку Татьяну называют самой любимой, наверное, потому, что вырастила ее совсем недавно. До Нового года остался целый месяц, но, как показывает практика, пролетит он очень быстро. Татьяна Пецина, Виктор Соколов, программа «Утро губернии». Мы продолжаем. У нас в гостях Елена Борисовна Рамзаева, директор автошколы «Автолар». Доброе утро. Доброе утро. В губернии огромное количество автошкол. Так чем ваша автошкола выделяется на фоне ваших коллег? Ну, наверное, тем, что мы в первую очередь думаем о именно профессиональном и честном подходе к своим ученикам. Мы их называем курсантами. Нам важно, чтобы было комфортное обучение в нашей автошколе с момента того, как курсант к нам придет, и до получения водительского удостоверения. Мы строим автодромы, мы предоставляем рассрочки беспроцентные, мы думаем о курсантах. Над этим работает целая группа профессионалов, начиная с преподавателей, заканчивая мастерами производственного обучения в вождению. Мы сопровождаем их на этапе экзаменов в ГИБДД, предоставляем автомобили, полностью оборудованные видеофиксацией по ГОСТам, по всем законам, по всем правилам. То есть хотим, чтобы была у курсантов подготовка именно к такому вот серьезному моменту, как вождение автомобиля у новичков, чтобы они были подготовлены и морально, и профессионально, и физически. Потому что у нас огромный мегаполис, и на дорогах высокая аварийность. Стараемся со всех сторон о них думать. А где проходят занятия, где находятся ваши автодромы, где курсанты проходят практику? У нас 4 офиса по Самаре, у нас один офис в Новокуйбышевске. Ребята выбирают удобное расположение, кто ближе всего живет к определенному офису. У нас есть два автодрома, это Воскресенка и Стройкерамика. Там занимаются ребята учебные автомобили, туда их отвозят и возвращают. А по-прежнему на улице... Это очень удобно, кстати, когда тебя отвозят, возвращают обратно. Это точно. Хотелось проявить, из собственного опыта, на улице Маяковского по-прежнему учат горку, нет? Судя по тому, что вы задумывались, нет. Да, то есть у нас экзамен проходит на Кирово 73В, это экзаменационный автодром, и там курсанты уже сдают экзамен. Прежде чем идти на экзамен, проходит огромный такой теоретический курс большой. Вы уже внесли в него изменения ПДД 2017 года? Обязательно. Все изменения, которые происходят в правилах дорожного движения, тут же, естественно, меняются наши учебные программы, учебная литература меняется, и в первую очередь курсанты оповещаются об этих изменениях. Это обязательно, потому что они должны быть готовы на все 100% к экзамену уже в ГИБДД. Всем известно, что с первого раза сдают не все курсанты. Это заблуждение. Заблуждение связано? Да, это заблуждение. Теорию у нас сдают очень хорошо, почти 100%. Автодром чуть поменьше, но мы работаем над этим постоянно. И город... Чуть поменьше? Чуть поменьше. На 90%? Ну, это вот процентов приблизительно до 80%. 80% сдают с первого раза? Первого раза сдают, ребята. Ну, со второго уж точно. Ну, и далее город, а тут уже, в принципе, как карта. Самое сложное. А, да, да, там же еще город. Мне интересно, сколько раз можно пересдавать в ГИБДД подобный экзамен? И есть ли у срока обучения... Да, срок годности, да. Все верно. Вот смотрите, курсант сдает теорию. В этот же день он, если сдал успешную теорию, направляется на автодром. Если сдал автодром, он направляется на город. То есть за один день можно сдать все экзамены. Такие проценты, в принципе, сдачи довольно-таки хорошие у таких... Ну, у ребят. Если вдруг не сдали какой-либо из этапов, то теория действует на протяжении полугода. То есть теорию сдали, и в течение полугода можно пересдавать экзамены. Первые три назначаются через семь календарных дней. Последующие с четвертого и далее раз в месяц уже курсант приглашается. Ну, тут, грубо говоря, если ты не знаешь, да, будь добра, пожалуйста, иди самостоятельно, готовься достаточное количество времени. Вот. Но это в течение полугода. Если не успели за это время, придется заново все сдавать. Опять теорию автодром. Если человек отучился, переволновался или схалторил, и вообще не пришел на экзамен, если срок годности язычного опыта не явка на экзамен не является попыткой. То есть, значит, грубо говоря, его не было. У него снова есть возможность перезаписаться. А вот в течение какого времени действует обучение? Есть ли какой-то срок? Конечно. Естественно, с минобразования нам спускают определенные сроки обучения. Это три-три с половиной месяца. Мы должны подготовить полностью курсанта, сто процентов, и выпустить его на экзамен. Когда вы называли преимущества, вы говорили, что одно из них – это рассрочка оплаты. Я правильно вас понял? Да, все верно. Мы предоставляем собственную рассрочку, беспроцентную. То есть, стоимость обучения на данный момент определенная. И вот удобная для клиента, для нашего курсанта. То есть, мы разбиваем на несколько частей и вносят таким способом, как им удобно. Вообще тяжелая довольно-таки ситуация у нас сейчас находится. Поэтому нужно уметь подстраиваться. То, что сейчас происходит на данный момент. Шагать в ногу со временем и с людьми все-таки быть более лояльными. Есть ли разделение в обучении автомат, механика? И ставится ли какая-то отметка в правах? Конечно. Все-таки мы с вами в России живем. И когда приходят к нам курсанты, они спрашивают, если я отучусь на автомат, как я буду потом? Мы советуем все-таки лучше отучиться на механику, потому что потом можно пересесть на автомат и управлять таким автомобилем. Но если вы учите на автомат, то на механику, к сожалению, уже никак не задержу. То есть, у вас есть автомобили и на автомате, и на механике? Да, естественно, конечно. Хорошо. У нас огромный автопарк. А вот важно ли время года для обучения? Когда легче учиться. Вы знаете, здесь кому как. Не считайте, никогда курсантам своим не говорю о том, что не выбирайте, легче вам будет там или сложнее. Зимой учиться удобнее, потому что вы попробуете все. Да. И гололед, и огромные наши заторы зимой, нечищенные дороги в моментах каких-то, да, то есть бывают. Летом, конечно, намного проще, сухой асфальт, курсанту может быть проще. Но такие курсанты часто потом, как мы говорим между собой, автомобили у них становятся подслежниками. Да. То есть, засыпанные снегом. Потому что ребята боятся пройти вот эту грань и управлять автомобилем, когда сложены условия погодные. Да, Александра. На какие категории можно у вас обучиться? Можно ли сейчас на данный момент категория B? Только B? Да, категория B. С грузовичками с вами к вам? Пока нет. Пока нет. Планируется? Ну, посмотрим. У нас был актуальный вопрос о шинах. Был актуальный вопрос о шинах, потому что, ну, нас спрашивают, и сейчас это действительно актуальная тема, все-таки конец осени. На что менять резину? Ну, какая резина сейчас самая, наверное, для погоды приемлемая, скажем так? Ну, именно какая, да? То есть, это огромное количество производителей, огромное количество марок. То есть, это уже на выбор, как с обувью мы делаем. Скажем так, фасол. Выбираем, что нам понравится. А так, вообще, три основных есть вида. Это есть летние, зимние и всесезонные. То есть, именно для нашего региона подходящие. Летние – это высокая износостойкость и высокий индекс скорости. Но при температуре плюс 7 и ниже уже начинает замерзать резина, начинает дубеть, царяются и сцепные свойства. Поэтому вовремя нужно переобувать свой автомобиль на зимние шины. Мы это делаем обычно в начале и середине октября. Жесткого регламента по этому моменту нет. Итак, а вот что касается зимней резины, ее свойства более мягкие. Она не дубеет. И отличие от лета, зимы – это в том, что в протекторах зимних шин есть узкие прорези – ламели. Они, с помощью их, достигается лучшая сцепка с асфальтом. Потому что асфальт, на самом деле, не такой ровный, как нам кажется. Посмотрите, если его под микроскопом – это шестеренки. Мы и люди не пытаемся, он не ровный. И вот ламели – вот таким образом происходит. Сцепка хорошая. Ну а что касается вообще шипов, лучше всего зимой у нас использовать ошипованные шины. Потому что по накатанному снегу, по голому льду – это самое лучшее. У нас утром бывает каток на дорогах, днем солнышко пригрело у нас, слякоть и вода, к вечеру у нас снова опять скользко. А есть какие-то нововведения в ПДД о штрафах для водителей, которые не приобулись до определенного срока? Слышали об этом что-нибудь? Административное правонарушение, в принципе, есть. Строгого регламента по этому моменту. Все ясно. Скоро Новый год. И есть смысл сделать и себе, может быть, а может быть, близкому человеку такой подарок обучения в автошколе. Пригласите, можно ли в вашей школе это сделать? Может быть, какие-то сертификаты? Да, у нас это предусмотрено. Можно приобрести сертификат на обучение своему близкому, родному, знакомому, другу, подруге, кому как удобно. Также предусмотрена оплата именно в рассрочку, если кому-то это действительно актуально для кого-то. И вот можно красивый сертификат такой вручить своему ребенку на Новый год. Хорошо, спасибо большое. Замечательный подарок, я думаю, очень интересный. Да, и очень полезный. Ведь же, понимаете, мы не просто обучаем вождению, мы обучаем новой профессии управления транспортным средством. Если что, будешь у меня водителем любимой. Ну, можно и так рассуждать. Спасибо большое. Отличного дня. Мы напоминаем, что с нами сегодня была Елена Борисовна Рамзаева, директор автошколы «Автолар». Ну, и еще раз благодарим гостю за интересную беседу. Жаль, что чехлы для автомобилей не шьют из такого веселенького ситчика, например. Все о веселеньком и не очень веселеньком. Знает Елена Шишкина прямо сейчас ее сюжет. С давних времен на Руси людям была доступна только домотканная одежда. Лен вызревал лишь на севере страны. В более южных областях для ткачества использовали коноплю и крапиву, ткани из которых выходили плотными и жесткими. Верхнюю одежду ткали из шерстяных ниток. Лишь позднее появились привозные хлопчатобумажные нити, а в 19 веке дорогие фабричные ситец и сатин. Разнообразие цветов ткани, оно тоже связано было с растительными красителями прежде всего. Могли окрасить нити, и ткань клетчатого плетения из цветных нитей называли пестридью. Она была распространена не только у русского населения, она была распространена у других народов. Но все-таки, наверное, самая часто употребимая была ткань белого цвета, льняная, полотняного переплетения, которую как раз могли украсить вышивкой. Домотканное полотно могли окрашивать растительными красителями в доступные цвета. Красный, коричневый, синий, которые называли кубовым. Синий цвет дает индиго, который до сих пор используют, например, для окраски джинсовой ткани. Кустарья освоили резервную печать, то есть окрашивали в растворе индиго, нанося резерв определенного состава для того, который задерживал проникновение краски в полотно. Потом это откисловывали в кислых растворах и, как это называется, промыть глазки. То есть открывали белый рисунок. В зависимости от того, какой цвет хотели получить, существовала кубовая набойка желтая, оранжевая и зеленая. Зеленая была более сложной. Кубовая набойка пришла к нам на рубеже 16-17 веков из Европы. Сначала заводится куб индиговый, то есть который красит синий цвет. Индиго – это краситель нерастворимый в простой воде, ему нужна сильная щелочная среда. То есть он пересходит из нерастворимой синей формы в растворимую, так называемую, белую лейкоиндиго. Данный краситель – это краситель окисления, то есть закрепителя ему не требуется. Вот мы опустили полотно, поднимаем через определенное время, и такая незрачная серая ткань начинает окрашиваться ярко-синий цвет. Окраска стоила дорого – 3 копейки за кубовую набойку и 4 за цветную. Мастер-набойщик, который занимался кубовую набойку, назывался синельщиком, синяком. Тот, кто наносил цветные рисунки, был пестридильщиком. Существовал отрез определенной длины ткани, на нем были набиты все манеры, которые были у данного мастера в наличии. С ним он ходил, собирал заказы, причем он мог свободно пересекать области различные. Вот. Женщина с отхавдомотканное полотно делала заказ. Такая окрашенная вручную ткань сегодня стоит очень дорого, ведь на полный цикл изготовления одного отреза шириной 70 сантиметров уходит примерно неделя. Но такую ткань с удовольствием используют для дизайнерских нарядов, ведь повторить рисунок один в один практически невозможно. Каждый раз при окраске возможны нюансы или дефекты печати, которые век массового производства становятся достоинством. Елена Шишкина, Тимур Набиев, «Утро губернии». Сегодняшний автомобильный эфир завершился, и вам желаем хорошего дня. В студии были Саша Байдаченко. Решение плотников, безопасных вам дорог и хорошего, замечательного утра. До встречи. Все утро, думаю, вот у Рикшей тоже есть свои правила дорожного движения. Кстати, интересно, как они оформляют ДТП, куда крепят видеорегистратор. Не знаю, налог. Не знаю, на торжеус нам было. Супер фитнес по супер цене в клубе «Спортзавод». Три месяца за 3 990 рублей. Звони прямо сейчас. 2-703-777. «Спортзавод». Новосадовая 106. «Спортзавод». Новосадия. Новосадия. Субтитры сделал DimaTorzok